о несправедливости, о милости Божьей, о любви Божьей. И, к сожалению, где-то месяц, по-моему, назад или два месяца время бежит, её родные написали, что она после очередной химиотерапии ушла на небеса. Мне было очень жалко. Знаете, через её публикации я просто видела, насколько её сердце любвеобильно. Вы знаете, пройдя столько, она не потеряла любовь, она не вошла в осуждение. Ну, каждый её пост был пронизан любовью и борьбой за свою жизнь, за свою семью. И я хотела бы сейчас, и вот буквально сегодня я вот открыла телефон перед тем, как поехать домой, и её дочь старшая выставила на её страничке свою публикацию, и мне хотелось бы зачитать её. Это пишет её старшая дочь, студентка института. Странная штука – жизнь. Не экономьте себя. Отдавайте себя. Не жалейте себя. И берегите тех, кто рядом. Хоть это и самое трудное – беречь именно тех, кто близко. Даже если кажется, что у них, у близких, всё хорошо, и им ничего от вас не нужно. Потому что сроков никто не знает, и потому что мы всё очень, всё очень друг другу нужны. Уже сейчас. Не только на хосписной койке, но и до неё. Ведь койка – это может и не случиться, а значит, времени долюбить и доцеловать может просто не быть. Это из произведения «Переписка со всеми» Нюта Фёдер Мессер. И дальше она пишет. «Мне кажется, что свой последний пост мама бы начала именно так. Не с боли и досады, а с любви. Ведь любовь вечно, а остальное – суета. Одним из последних её откровений было то, что жить нужно из того, что у тебя есть, а не из того, чего нет. Мамы с нами нет, но мы есть друг у друга, и мы все нуждаемся в любви. Так что обнимите того, кто рядом, признайтесь в любви, просто скажите, как дела. И не потому, что завтра может не случиться, а потому, что у вас есть сегодня, в котором есть возможность любить. И мне кажется, это будет лучшей памятью о маме. В свою очередь скажу спасибо вам всем, спасибо за вашу помощь и поддержку, и за то, что прожили с нами эти нелёгкие четыре года. За то, что просто были рядом. Мы вас любим каждого. И знаете, меня сегодня накрыло просто такое чувство любви к каждому. И я знаю, что это сверхъестественное. Что моя натура, она не такая. И знаете, нам нужно держаться Господа. Когда приходят какие-то мысли, когда дьявол даёт какие-то там неправильные внутри какие-то чувства. Самое важное, что у нас есть, это Бог и Его любовь к нам. И та любовь, которую Он даёт нам друг к другу. Поэтому, знаете, Богу нравится, что мы здесь все собрались. Давайте повернёмся друг к другу и скажете, Бог тебя любит. А теперь скажите ближнему, рядом, слева, впереди, сзади, я тебя люблю. Я тебя люблю. Пока мы здесь, на этой земле, да, давайте будем любить друг друга. И как-то учиться выражать эту любовь. Хоть кто-то может быть недолюблен, да, кто-то может быть недоласкан, но будем учиться. Давайте мы помолимся, склоним наши головы. Спасибо тебе, Господь. Я благодарю Тебя за то, что когда-то мы познали эту любовь, Боже. Я благодарю Тебя, что когда-то Ты Духом Святым пришёл в наши сердца, когда мы так нуждались в Твоей любви, Боже, и просто накрыл нас. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Боже, за это время. Спасибо Тебе за эти, Господь, наполнение Духом Святым, за то, что мы можем любить, за то, что Ты даёшь нам возможность любить, прощать, не ожесточаться от несправедливости этого мира, быть милосердным друг к другу, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты объединяешь нас. Аллилуйя. Давайте мы встанем, давайте мы прострём наши руки к небесам и скажем спасибо, Бог, за то, что Ты нашёл меня. Спасибо Тебе, Боже, за то, что у меня есть, тот, кто справа, слева, впереди, сзади. И я люблю каждого человека, здесь находящегося. И спасибо Тебе за любовь этих окружающих людей ко мне, за Твою всепрощающую, белосердную любовь. Аллилуйя.